Привет подписчикам канала Бладенцвет Андрей, привет Смотрели твой последний бой, переживали Что пошло не так, как так вообще получилось? Вообще, был не уверен в себе, не уверен в своих силах И вот эта неуверенность, я не знаю, почему она возникла Такое бывает, бывает, что человек выходит сам не свой И в этом бою у меня не было уверенности, уверенности в моих действиях Я не был решителен в некоторых моментах В целом, в принципе, я большого ущерба для своей головы не потерпел Была отбита только нога, немного руки и все В принципе, защищался я нормально Но, вот говорю опять же, в некоторых моментах очень сильно торопился И не был уверен в себе, и ничего не получалось из-за этого А с чем это было связано? Неправильный настрой, плохая подготовка, травма? Нет, настрой был у меня хороший Подготовка была тоже замечательная Травм не было никаких Я не знаю, почему так получилось Опять же, я из-за неуверенности в себе очень сильно торопился Спешил в некоторых действиях, допускал глупые ошибки Из-за этого я очень рано подустал Ну, вот так вот и вышло Сейчас ты остался один из команд Уже в Беллатор Ты, причем, ты перед этим гран-при написал контракт Новый, да? На четыре боя, да, по-моему Не жалеешь ли ты это? Есть ли какие-то уже Может быть, сведения о новом бое? Нет, пока никаких сведений нету Я сейчас восстанавливаюсь Еще после своего поражения Потому что есть некие травмы И я чувствую, что уже в скором времени Я восстановлюсь Приступлю к, ну, уже полноценным тренировкам И начну постепенно набирать форму Готовиться к следующему поединку Когда он будет, я пока не знаю Но, скорее всего, уже в новом бое Твой тренер Александр Шлеменко Переходит в полусредний вес Как ты воспринял это решение? Как ты оцениваешь его шансы в этой категории? Его шанс я оцениваю очень хорошо У него очень хороший шанс Показать себя в этой весовой категории Почему? Потому что в этой категории Он по габаритам не будет уступать своим соперникам Также и по антропометрическим данным Потому что для 84 килограмм Я считаю, что он не самый крупный представитель Своего дивизиона И я считаю, что в более низкой весовой категории У него, ну, получится очень хорошо себя показывать Слушай, ну, смотри, ему уже до 30 Опять же, как в более низкой весовой категории Другие скорости Сумеет ли он с ними совладать? Мое мнение, что если человек Сбрасывает вес Он уже становится быстрее Ну, я это по себе знаю Когда ты теряешь вес, ты становишься быстрее Если брать Александра Он сам по себе очень быстрый На самом деле, очень быстрый И мне кажется, что скорости у него хватит Здоровья хватит 10 ноября Два боя твоих одноклубников Тимур Нагибин Алексей Попутников Какой прогноз ты можешь дать на их бои? Ну, прогнозов я не буду давать Потому что дело такое, я считаю, неблагодарное В бою может случиться все, что угодно Никто не застрахован от, скажем, апсета Либо какой-то ошибки И могу сказать одно, что я буду болеть за них Переживать, буду помогать им Готовиться к их бою В раздевалке, то есть на разминке И в их луз стоять И подсказывать, всячески направлять Ну, вот смотри У Тимура очень Сейчас очень накалена обстановка вокруг боя Опять же, много вопросов, разговоров Про это Что, которое у него никогда не было Вот как вот в этих словах команда помогает И вообще Как ты считаешь, могут ли ребята это закончить Бой в ринге и уже не уносить за него? Если честно, мне тяжело сказать Смогут ли они закончить этот бой в ринге Почему? Потому что Со стороны Краханяна было очень много сказано Очень много грязи Необоснованной И не только в его адрес А в адрес также Алексея Попутникова Наших друзей И я считаю, что за такое надо отвечать И, ну, мое мнение, что он как минимум Должен просто подойти перед каждым извиниться Потому что треш-ток треш-током А такое неуважительное отношение Ну, я не считаю, что в его адрес Со стороны наших ребят было такое Я такое не видел По крайней мере, они это не начинали И если разобраться, хорошо Давайте поговорим о треш-токе Ну, я считаю, что он должен быть такой Чтобы не переходя на личности И без прямых оскорблений Вот это нормальный треш-ток Когда ты можешь как-то, скажем, разыграть интерес Разогреть интерес у публики Не переходя на личности И не оскорбляя своего оппонента Вот это настоящий треш-ток Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на наш канал И следите за нашими обновлениями Субтитры сделал DimaTorzok